Всем привет! С вами канал СупрАндроид. Сегодня у нас на обзоре зарядная BWS7 от компании Blitzwolf. Я говорил, что заказал это устройство, предварительно очень долго мониторил интернет и просмотрев профессиональные обзоры, я выбрал именно это зарядное устройство. Поставляется оно вот в такой вот коробочке. Я не профессионал, поэтому тестировать его буду в обычных домашних условиях. У меня нет триггеров для подключения, чтобы выбрать, к примеру, 12 вольт. Данное зарядное устройство поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0 с обратной совместимостью Quick Charge 2.0, только один порт. Напряжение и характеристики, в принципе, вы сможете посмотреть на экране. Quick Charge на один порт с поддержкой напряжения от 3,6 до 6,5 вольт с током 3 ампера, 6,5 до 9 вольт 2 ампера и от 9 до 12 вольт 1,5 ампера. 9 вольт у меня есть Blitzwolf зарядка с поддержкой зарядки Quick Charge. Мы это протестируем. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что обзор не профессиональный. Он сделан только для подписчиков. То есть я купил зарядное на основании людей более продвинутых, но поскольку оно работает просто изумительно, решил поделиться со своими подписчиками. Вот так выглядит коробочка. Я уже все вскрыл. Хочу отметить только, что упаковано было вот так вот все четко. То есть при транспортировке, при любых телодвижениях, даже если ваша почта не очень корректно относится к вашим посылкам, все будет сохранено в лучшем виде. Вот так выглядит само зарядное компания Blitzwolf Quick Charge 3.0. Здесь внизу находятся ножки. Они из мягкой резины или это силикон. С тыльной стороны находится разъем для подключения кабеля. Кабель обычный с евровилкой. Вот так все упаковано. Оснащено вот такой вот липучкой, что позволит вам сократить, скажем так, кабель, чтобы он не болтался. И вот такой вот разъем для подключения. Как я уже говорил, поддерживается быстрая зарядка. Мы проведем, скажем так, короткие тесты при помощи вот такой вот USB-тестера с нагрузкой в 3 А. Подключим Powerbank. Я специально тут его немного разрядил для того, чтобы максимальный ток взять. Ну, в общем, что, скажем так, имею на том и протестирую. Давайте начнем, пожалуй, с порта быстрой зарядки. Мы сейчас, как я уже говорил, нет у меня, к сожалению, триггера. Мы подключим сейчас питание. И проверим сначала на холостом ходу, что он нам показывает. Так, 5,22 В. Зарядку сейчас немного нагрузим. 1 А. Нагружаем 2 А. 2,14 А выдает. И нагрузим 3 А. Небольшая просадка напряжения, но она практически выравнивается. То, как вы видите, 3 с чем-то выдает. Далее, по остальным портам. Как я уже говорил, поддержка Quick Charge только на одном. На один порт. Остальные порты выдают при подключении зарядки 5 В. 1 А, 2 А. Ну и, скажем так, почти 3 А. Сейчас еще пару портов подключим с этой нагрузкой, чтобы было видно. То есть, Quick Charge сейчас мы проверим на выдачу 9 В. Подключим тоже у меня есть Power Bank от компании Blitzwolf. Я, кстати, им очень доволен. Есть у меня обзор и не нарадуюсь. Хочу обратить ваше внимание, что я уже сказал, что 3, вернее, вот эти 4 порта остальные, они поддерживают напряжение 5 В и суммарный ампераж 4,4 А. То есть, если вы подключите несколько устройств, которые будут забирать по 1-2 А, соответственно, все поделится. Но Quick Charge при этом должен выдавать то же самое напряжение, что мы сейчас и протестируем, подключив обычный вот такой вот Power Bank с поддержкой быстрой зарядки. Есть у меня и кабелек от Blitzwolf. Сейчас мы это дело все организуем. Я, честно говоря, в последнее время очень доверяю данной компании, поскольку у меня уже есть там и фонари, и всевозможные Power Bank'и. Два Power Bank'а. На них я на все делал обзор. Итак, подключаем наш Power Bank, видим, что ток, ну, почти 9 В напряжение и 1,5254 у меня идет ток, но Power Bank не полностью разряжен. Видите, что горит зеленый диодик, который соответствует тому, что идет зарядка по Quick Charge. То есть, великолепно держит зарядное 9 В. Для полноты подключим, чтобы посмотреть, будут ли просадки. Без нагрузки я поставил вот тут у меня LG G4. То есть, мы сейчас подключили на зарядку еще один телефон. Как видите, как было 9 В, так и остается. Для телефона мы сейчас протестируем. У него, к сожалению, нет у меня возможности подключить несколько устройств. Вот он опять подключен. Видите, что напряжение на других портах. Ну, телефон заряжен. Поэтому он не возьмет, сколько ему надо напряжение. 4,94 и ток 0,18 А, ну, поскольку телефон заряжен на 70%, поэтому он уже, соответственно, берет и меньший ток. Но, как вы убедились, зарядное держит Quick Charge при подключении других устройств. Я заряжал несколько устройств. Заряжал вот такой вот Power Bank, тоже Blitzwolf, который поддерживает быструю зарядку. То есть, одновременно подключал несколько устройств. Токи, соответственно, падали. Ну, заряд... Если подключить напрямую, в общем-то, Quick Charge, мы убедились в том, что у нас заряд идет полный и напряжение остается в рамках, мы сейчас подключим для того, чтобы посмотреть по нагрузочке на остальные порты. 3 А. То есть, сейчас у нас Power Bank забирает 9 Вольт и в пределах по инструкции и по характеристикам 1,5 А. Но он забирает немножко меньше. Вот остальные порты. Сейчас мы проверим, подключив. 5 Вольт, 2 А. То есть, мы подключили 2 А. И параллельно давайте в следующий порт опять-таки подключим телефон. Видели, что он в пределах 1 А берет. Посмотрим, что у нас изменилось. Я сделаю вот так, чтобы было видно. Ниже подключу опять-таки LG G4. Немного неудобно. Если кому-то будет интересно подробный обзор на полные технические характеристики данного устройства. Так, подключаем телефон и смотрим. Ну, напряжение немного просело, но ток выходной, поскольку телефон берет в пределах 1 А, ток выходной остается в пределах нормы. Вот так, дымит у меня зарядочка. Я сейчас ее на время отключу. Подключу еще один телефон. Для того, чтобы убедиться, что все у нас работает. Как видите, уже у нас будут подключены все порты. Еще раз повторюсь, что я не могу просто сейчас дать нагрузку, которая была бы необходима на остальные устройства, поскольку G2 заряжен на 85%. И будем нагружать. Дадим 1 А. Все великолепно. Сейчас дадим 2 А. Видите, ток идет. То есть, у нас подключен на зарядку G4, G2. Подключен аккумулятор. Вот, горит зеленый диодик. Видно, что если бы напряжение просело, диодик бы показывал, что не Quick Charge подключено. И, соответственно, идет 2 А под нагрузкой. Сейчас попробуем нагрузить на 3 А. Ну, почти 3 А. То есть, общая выходная мощность зарядного соответствует. Да, конечно же, просадка будет напряжением. Обзор я не буду растягивать. Я еще раз повторюсь, я не профессионал. Зарядная отлично работает, поддерживает, на мой взгляд, все нужные. Режимы. Сейчас еще попробуем подключить G4. Насколько я знаю, если я не ошибаюсь, он тоже поддерживает Quick Charge. Это мы все отключим. Оставим. Так, это у нас подключен Powerbank. Опять-таки, кабель от Blitzwolf. Видите, что я не пустозвон, а именно пользуюсь тем, что выглядит и работает в реальности качественно. Ну, и вот G4 зарядочка. Почти 9 Вольт. Ну, 1 А нет, поскольку, как я уже говорил, да, вот у нас... Ну, наверное, будет плохо видно, поскольку все бликует. Идет зарядка. Ставил я тут некоторые программы для теста. Ну, как вы понимаете, эти программы, это полный фуфел. Ну, вот, 9 Вольт, 55 Ампер. Подключаем параллельно еще один телефон в другой порт на зарядку, в обычный. И, как видите, что напряжение, ну, немного просело. Ну, телефоны все заряжаются и все показывают зарядку. Еще раз повторюсь, что компания Blitzwolf, уже сколько устройств у меня есть. Это и фонари, и пауэрбэнки, и зарядные устройства. В описании видео я дам ссылочку на полностью обзор от человека, который профессионал, и имеет полную возможность полностью продемонстрировать все параметры. Там было подключено много нагрузок. Все было подключено с USB-тестерами. А я на этом буду заканчиваться. В принципе, я доволен своей очередной покупочкой. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!